третья категория это люди дети которые рождаются вот с таким взглядом когда ребенок рождается он такой мы сейчас все будем дружить вместе я всех люблю вы меня все любите понятно вот ну то есть третьей категории категории бизнесмена он человек душа коллектива всегда он очень общительный очень сильно вкладывается в людей у него психика очень сильно любит людей и общаться с ними то есть этот человек очень экспрессивный в отношениях то есть он руководитель он допустим молчаливый такой чаще всего но бизнесмен по природе он всегда болтун такой как бы балагур допустим маленький ребенок допустим 7 лет вот такой активный давайте коллекционировать марки как бы все начинают коллекционировать марки потом обнаруживает что у него самой лучшей марки причем он меняется он говорит смотри какая марка тебе она нравится он знает кому что нравится но он дает все равно марку хуже а берет лучше у него самые лучшие марки получают в конечном счете но как это получилось никто не знает потому что он хорошо понимает природу людей, что кому нравится и как можно на этом заработать. Но при этом он очень сильно дружит и искренне дружит. И зарабатывает тоже очень искренне и как-то незаметно. Вот. То есть его природа извлекать прибыль, дружить. И он также щедрый по природе. Ну то есть этот человек может накормить, там напоить, очень легко благотворительностью заниматься. Благотворительность это не руководители природы, а бизнесменов это они должны содержать детские дома там и все прочее там. Это их природа, щедрость. Эти люди бизнесмены, они считают, что только деньги и как бы материальное благополучие спасут мир. Это их идея. Сейчас управляет всем миром. Третья категория людей. Потому что может же другая идея управлять, что только власть спасет мир, правильная власть. А может быть знание или Бог только спасет всех людей. Понимаете, это значит первая категория управляет обществом. А может быть как бы мы мир насилия весь разрушим до основания, а затем мы новый, наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, то есть четвертая категория, тот станет всем. Тогда четвертая категория управляет людьми. И так далее. То есть бывают разные социальные уклады, но в целом третья категория это люди, которые имеют естественный недостаток, как у второй категории гневливость и злоупотребление своим положением. Естественный недостаток у первой категории это гордость своими познаниями. Естественный недостаток третьей категории это жадность и накопительство, как коробочка там или этот Плюшкин там описывая. Ну то есть накопительство, жадность это именно ну когда сильно проявлены эти качества, это призначит точно человек третьей категории. Это его природа. То есть неразвитость, неразвитого человека это копить, копить, копить до последнего. До последней капли крови. Но если он развит, он наоборот становится меценатом, как Савва Мамонтов, там он делает свой театр, там развивает актеров, там и так далее, вкладывается в культуру страны или нищих кормит там какой-то другой, ну и так далее. То есть это тоже природа бизнесмена. Бизнесмены, они очень честные люди в бизнесе, по природе. Вот если я сказал, что так будет, значит я буду всегда делать так. Но неразвитые бизнесмены всегда дурят в бизнесе и теряют свой бизнес постепенно. Развитый бизнесмен, он дорожит партнерскими отношениями, никогда не разрушает эти связи. Всегда даже в ущерб своей выгоде, он будет сохранять правила игры. И раньше в той культуре, до нашей было такое слово выражение, стереть в порошок. Стереть в порошок означает вычеркнуть из списка. Ну то есть они писали людей где-то на стене мелом, и если как бы вот так вот стирали, значит этот человек в моем бизнесе никогда не будет участвовать. Если человек обманывал в бизнесе, его все остальные купцы стирали в порошок. Это значит, что у него конец, никто с ним торговать не будет, он просто деградирует, как деятель. Сейчас такое правило нет. Все, как бы все надеются на законы. На самом деле законы никогда не могут спасти полностью человека, потому что в них есть миллиарды хитростей, которые люди используют для того, чтобы обманывать в бизнесе. Но в той культуре правила были такие, если ты нечестный купец, значит ты не будешь богатым. И так оно и есть и сейчас, потому что честный купец имеет естественную способность видеть, кто его надурит, кто нет. У меня был один знакомый, директор банка, но он был третьей категории, бизнесмен по природе. И он мне рассказывал, как он заключал сделки. Он говорит, я когда, он там грузин такой по национальности, он говорит, я когда человек звонит мне, я нюхаю трубку, если пахнет плохо, я с ним никогда сделку не заключаю. И я, говорит, в своей жизни никогда не ошибиться. Всех, кого я отверг, они других обманули, а меня нет. Ну так оно и было. То есть у него, бог ему дал способность, но он какой человек, он никогда никого не дурил. Понимаете, если человек не обманывает, ну то есть извлекать прибыль это нормально, понимаете, я говорю не об этом. Ты как бы договорился о чем-то, а потом эти договоренности изменил. Это называется обман. Такой человек не способен быть проницательным, он не видит, кто его обманет. А если человек всегда договаривается правильно, бизнесмен, то он всегда видит, кто его может обмануть и никогда с ними не торгует. Ну то есть другими словами, как бы качество личности очень сильно играют во всех этих категориях людей. Бизнесмен по природе очень способен строить отношения и дружить. То есть он хороший друг. И он хорошо дружится со всеми, легко знакомится, поддержит отношения. Он гиперактивен в отношениях, у него много-много знакомств. И именно через знакомство он развивает свой бизнес. Именно правильный бизнесмен, развитый. Через знакомство он развивает свой бизнес. И он любит знакомиться и любит поддерживать отношения. Это его природа, естественно. И он щедрый в отношениях. Он может тебя накормить, напоить там и так далее. спать уложить. Ну, ты даже не заметишь, как он, как ты останешься с пустым кошельком рядом с ним. Но он это не специально сделал, так получилось. Он не то, что там вытягивает деньги, настоящий бизнесмен, он всегда привлекателен, привлекает к себе и к своему товару внимание, своей добротой и щедростью. Слабый бизнесмен всегда вымучивает людей, вытягивает у них деньги, обманывает. Ну, и долго он не может продержаться в деятельности, естественно. Он все рушит вокруг себя. Или, может быть, продержится, но при этом жизнь его будет становиться все хуже и хуже, потому что чем больше грехов у человека в жизни, тем тяжелее ему жить.